Если вам интересно, как нужно монтировать фиброцементный сайдинг кедрал, если вам интересны детали и нюансы этого материала, обязательно посмотрите это видео до конца, потому что здесь производитель рассказывает о том, как правильно его нужно монтировать. Меня зовут Павел Рыбаков, я занимаюсь кровельными и фасадными работами. В этом году я собираюсь строить себе свой дом. Если вам интересна тема загородного строительства, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, что такое качественный загородный дом. Значит, у нас есть шаг об решетке, но опять же здесь 400 по центрам. Стенд был уже готов, я его не сам делал. Соответственно, с чего начинается монтаж? Здесь у нас видно, что у нас есть отлив. От отлива идет отступ, как я уже говорил, 3 см, для того, чтобы воздух попадал туда. Здесь отлив правильно прикреплен, потому что он прикреплен к брускам, которые вот, ну или к стене дома, да, а сверху уже устанавливаются вертикальные бруски. Воздух у нас легко попадает. Также можно подойти посмотреть, здесь я уже установил перфорированный вентиляционный профиль, для того, чтобы просто грызуны не попадали внутрь подсистемы. И прикрепил у нас стартовый профиль для кедрала классического. Вот он выглядит такой ступенькой, он сдает угол наклона первой доски, и первая доска на нем крепится. Точнее, просто ставится, мы доску отпускаем и закручиваем. Можно сэкономить с кедралом классическим. Можно не этот профиль использовать, а взять ту же самую доску, кедрал классический, распустить по всей длине, шириной 3 см, прикрепить эту полоску по периметру всего дома, у нас уже будет задаваться наклон первой доски. Единственное, что нужно будет вдвоем держать доску, для того, чтобы ее в горизонте ровно прикрепить. Здесь использован такой профиль. Окно мы обрамляем наличниками из того же кедрала будем делать, оформлять. Сюда я уже дополнительно прикрепил брусок толщиной 2 см, шириной, допустим, можно 4, 3, 5, для того, чтобы только закрепить наличник. Сам фиброцементный сайдинг будет упираться у нас в вот этот брусок. Внешний угол или внутренний угол будет точно так же с таким же бруском монтироваться. Отступ от земли у нас присутствует, соответственно, я думаю, что большинство домов, наверное, в России монтируется именно по такому принципу, то есть есть отступ от земли. Землю мы не упираем, даже если у вас нету такого отлива, можно отступить 6 см и уже монтировать выше. Но лучше всего, конечно, сделать вот таким вот образом, для того, чтобы у нас была вентиляция и, скажем так, не закидывало снегом все. Подшив кроельного свеса, лобовая доска, саморезы здесь используются с окрашенной шляпкой в цвет материала. Собственно говоря, они приходят вот в таких у нас коробках. Здесь 200 штук плюс бита, то есть, ну, можно пустить, да, кому нужно, можно посмотреть, надо кому-нибудь, нет? Можете взять на память, чтобы посмотреть. Есть саморезы вот длинные, с такой маленькой шляпкой, есть саморезы короткие, вот с такой вот широкой шляпкой. А бита как? Бита там идет обычный торкс. То есть вот такие вот окрашенные саморезы с шляпкой. Еще раз повторюсь, дабы не срывать шляпку во время монтажа, желательно сразу подготовить доску, просверлить. Для монтажа кедрала у нас есть, заканчиваются, правда, у меня эти саморезы, вот таких вот упаковках по 200 штук саморез граббер, оцинкованные с двойным антикоррозийным покрытием. Выглядят они вот таким вот образом. Бита здесь идет, ну, такая, скажем так, нестандартная. Она идет в комплекте. То есть она вот у меня уже установлена в шуруповерте, можете посмотреть. Бита хороша тем, что саморез не сваливается. Она не магнитная, но он не сваливается, он хорошо там держится в этой бите. Также это аналог. Если мы говорим про оригинальные саморезы из нержавейки, они поступают вот в таких вот коробках, 250 саморезов. Здесь идет уже под торкс, это нержавейка. Доска не требует предварительного сверления. Просто берем и закручиваем саморез. Доски у меня уже, в принципе, подготовлены. Мы уже крутили ими, но там есть некоторые места, в которых можно вам дать возможность покрутить эти доски, посмотреть, как они крепятся. Значит, по поводу краски. Вот она банка 0,5 литров с краской. Вот она дата производства внизу. Эта банка была произведена 4-го 2017-го. По сути, срок годности у нее уже истек. Если я ее открою, да, тут видно, что есть такое вот какое-то, да, как сказать, уплотнение, наверное, да. Краска немножечко засохла, но внутри она жидкая, она абсолютно нормально держится. Но по всей инструкции, по всем, скажем так, по всем инструкциям мы ее списываем. Мы ее не продаем, но с истекшим сроком годности, и мы ее не используем. Поэтому на объект такая краска не попадает. Я ее использую только для обучения. Как подкрашивать сколы, саморезы, мелкие дефекты, которые могут возникнуть? Ничего лучше вот этого вот нету. Берем в краску, макаем и аккуратненько подкрашиваем. То есть обычная гигиеническая палочка, и на этом все. Пожалуйста, на краске дата указана годности или дата производства? Дата производства от этой даты год. То есть здесь 4-го 2017-го, она была годна до 4-го 2018-го. Краска акриловая на водной основе работаем от плюс 5 градусов и выше. Зимой мы ей не работаем. Забыли ли зимой в машине, она размерзлась, выбросили, купили новую, и тогда работаем. Опять же, подкраска торцов – это чистая эстетика. Хотите подкрашить, хотите нет. Все зависит от вас. Пилки по фиброцементу, которые лично я использую, в принципе, я и работаю уже долго, это бошевская пилка. Ну, вот можно, опять же, если интересно, можно пустить, посмотреть. Деревянная. Пили 20 секунд, потом просто гладит. Она стачивается мгновенно. Да, она не работает. Вот эта вот работает, твердосплавная. Также вот коллеги из Уник мы сказали, что пилка по шиферу замечательно справляется с этой задачей. Вот. Так вот, вот эта вот пилка, по-моему, она у меня, ну, у меня их две. Года два ими я работаю. То есть я и себе дом монтировал с этими пилками, и обучение проводил, и в офисе там стенды какие-то монтировали. То есть вот эта вот пилка очень хорошо работает. Также некоторые монтажники при оформлении, там, допустим, ну, либо заказчики, да, если там какой-то дизайнер разрабатывал проект, с этой доской рисуют какой-то шаблон красивый, да, в старорусском стиле. И можно выпилить это все, сделать фигурные наличники. Если интересно, мы в конце можем кинуть удлинитель, я могу показать, как она пилит. Если интересно. При сверловке данного материала, там, допустим, розетку хотите встроить, коронка по керамограниту, да, по плитке, замечательно все это делает. По деревяшке быстро садится. Я не знаю, пилили, нет? Ну, алмазная, алмазная. Да, вот она замечательно пилится, справляется с этой задачей. Болгарка, еще раз говорю, рука должна быть твердая, чтобы получился просто ровный спил. Циркулярка, ну, соответственно, там, по шине, если это все пускать. Есть одно но. Если мы работаем с электролобзиком, то мы переворачиваем и пилим с задней стороны доску. Если мы работаем с циркуляркой, погружной пилой, торцовкой, да, там, болгаркой, то с лицевой стороны пилим, дабы не было задиров. У лобзика отключаем функцию маятника. Также то, о чем я говорил, да, задняя сторона просто прогрунтована, то есть видно, что цвет лицевой стороны повторяет цвет задней стороны. А фигурный резер, как вы говорите, это на гарантии никак? Нет. Нет, 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 это никак. Это все допустимо. Самое главное, что если, допустим, не знаю, доска начнет трещать по швам, почему-то, да, соответственно, но вы правильно все прикрепили, то, соответственно, мы уже будем разбираться, почему она трещит. Да, скорее всего, не скорее всего, а мы заменим доску, если это именно производственная. Да, 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 да. Один из монтажников-дилеров у нас даже сделал кровлю из кедрала. Мы не говорим, что так можно делать, но он сделал. Получилась какая-то система. То есть он сделал себе гибкую кровлю, ну, там, я не знаю, рубероид, да, там, наверное, как-то. Затем кинул обрешетку и сделал вот таким вот образом. Сделал в двух цветах. Две доски он внизу пустил, ну, схематично, да. Ну, как-то вот так вот приспустил посередине доску, чуть-чуть подальше, и в старорусском стиле выпилил наконечник и кругляшок какой-то там посередине. Смотрится круто. Стоит уже пять лет, он говорит, вообще никаких проблем нет. Да, ну, он и лежит, и сходит, ничего не делал. Там даже цель цвета использовались. Может быть, то, что там лак был на поверхности, но оно держится. Так делать нельзя. Он на свой страх и риск сделал это, но это все работает. Как бы мы вот, когда с Сергеем приезжали туда, мы очень удивились. Кедрал можно использовать внутри помещения. Есть все сертификаты, гигиену там и так далее, все это протестировано. Он не фонит, все это хорошо. Также этот товарищ сделал лестничный марш у него. Он смонтировал на клей, я так понял, приклеил доски вертикально, вот такого же цвета, а сбоку подвел клинкерный кирпич. Получилось такое в стиле замка. Вокруг, значит, у него отдельно там летняя какая-то кухня, вокруг там казан-мангал у него, что-то такое стоит. Он это все вокруг облицевал кедралом. Подшивы внутри он сделал кедралом, даже жене клумбы сделал кедралом, ну из остатков. Ну, как бы, я так понимаю, что у него остается то, что с участков он все забирает, начинает что-нибудь там мастерить. Двери снаружи, внутри дома он тоже там облицевал все это кедралом. Ну, он сказал, что он фанат этого материала, ему это очень нравится, и это он делает все сам. В ванных комнатах, наверное, нет. Скажем так, если в доме есть баня, вот этот предбанник, да, наверное, можно стену облицевать. Не знаю, я такого не видел, но по большому счету с ним, там не такая влажность, чтобы прям что-то с ним случилось. Внутри помещения, соответственно, если там у нас нормально все с вентиляцией, нет скопления влаги, то можно это все монтировать напрямую на стены. Если стены ровные, но опять же, если у вас там газобетон, либо, не знаю, монолит, либо кирпич, то все равно лучше сделать какую-то подсистему. Вот там можно кнафовские профиля применять, вот именно внутри помещения, и монтируют на кнафовские профиля. Если вы монтируете на фасад, на кнафовские профиля мы не монтируем это все, он тяжелый. Будет ветрая нагрузка, кнафовский профиль просто либо его согнет, либо саморезы просто вырвет. Соответственно, у вас будет беда. Поэтому только на специально разработанные металлические подсистемы для вентилируемых фасадов крепим. Значит, переходя к стенду, да, также над окном. Здесь у меня есть горизонтальный брусок, но я его прикрепил поверх вертикальных. То есть здесь доступ воздуха, ну я прикрепил перфорированный вентиляционный профиль, этот брусок нужен для того, чтобы закрепить опять же наличник. Доступ воздуха в подсистему есть, можно крепить перфорированный профиль, можно не крепить, можно москитную сетку, опять же это чтобы не попадали там мелкие птицы, мухи там и так далее. Но хотя мухи, наверное, через этот профиль пролезут. То есть выглядит это вот все вот таким вот образом. Есть разные ширины они у нас, поэтому вот, собственно говоря, они нужны для предотвращения и попадания грызунов. Стартовый профиль, вот, собственно говоря, выглядит у нас вот таким вот образом, все забрендировано с надписью кедрал. Что, тогда, наверное, приступим к монтажу. Собственно говоря, стартовый профиль у нас закреплен, проверен в горизонте. Мы устанавливаем вот таким вот образом эту доску на стартовый профиль. Доска у нас находится под наклоном, и она уже держится, то есть ее держать не нужно. Если делаем полоски, то, соответственно, как я и говорил, нужно ее поддерживать. Для того, чтобы просто она не упала. Ну и дальше берем просто саморезы. Я буду крепить в готовые отверстия. Саморезы самозенкующиеся. Здесь нужно подбирать, то есть шуруповерты разные, да, соответственно, если мы поставим на сверление, то есть вероятность того, что доска может отколоться. Ну вот, допустим, у меня сейчас на 13 стоит, да. Если сделать на сверление поставить, то, ну, в принципе, чуть-чуть колется, да. Есть вероятность того, что угол может отлететь. При креплении доски мы отступаем 2 сантиметра сверху, 2 сантиметра с края, и в полученную точку просто просверливаем, засверливаемся. Так. Серега, поможешь тогда дальше с доской? Нет? При закручивании саморез проходит, если вот попадает, да, на профиль, у профиля такие широкие лапки, он просверливает и профиль, и доску, все без проблем. Далее у нас вот эта вот получившаяся пыль после сверления берем тряпку, перчатку и аккуратненько просто удаляем все вот это вот с доски. Здесь есть много мнений там, на прошлом семинаре те же самые монтажники говорили, да ну нафиг это геморрой какой-то, пыль удалять. Ничего сложного в этом нету, просто взять тряпку и аккуратненько смахнуть. Тряпка в кармане лежит, взяли и смахнули. Ширина доски 19 сантиметров, нахлёст 3 сантиметра, поэтому просто от верха доски отмеряем 16 сантиметров, ставим точку, это верх следующей доски. Соответственно, здесь у нас просто все размечено уже, вот, но каждый третий ряд можно брать и прокидывать уровнем, желательно. А? Да, я вот готовый. На меня? Двигай. Оп. А у вас этих с собой нету шаблонов ваших? Ну вот надо, кстати, наверное, их взять. Кто-нибудь хочет попробовать прокрутить доску? Доску. Нет? Ну ладно, придется работать. На Калуге у нас склад. Если нужно, мы можем на складе у нас распилить ее, то есть у нас стоит станок. Если вам нужен, допустим, откосы, да, там распустить доску пополам... Не знаю, это отдельно обсуждается. Это трудно, на самом деле. Ну, у нас стоит, да, у нас стоит специальный станок, ЧПУ, который прямо вот кладем доску, и он просто распускает. Уже нет планеты в процентном соотношении? Нет. Давайте следующую. 3,6, ты не оттащите уже, а в ветке управляем. Выше, 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 выше. Вот так, еще чуть-чуть. Она отменется? Вот. Вот. На меня? Ага. О, попали. Можете попробовать, можно молоток попросить принести? Если просто сравнить, даже с виниловым, да, как бы, ну, есть значительная разница. Кто-то хочет, может, с ноги, можете попробовать. Сломать его, ну... Вы добавляете всегда фразу, это не для этого, потому что смысл какой, можно и кирпич ломом проломить, но это декоративный фасад. Не, ну, да, если я к тому, что если вот скользко вокруг дома, да, вы упадете там как-нибудь на фасад плечом, как-то еще, руку можно сломать, но фиброцементный сайдинг будет сложновато сломать. Ну, вообще фиброцементный сайдинг, ну, даже фиброцементная панель, ну, сложно сломать, вот объективно так. Так, у нас есть фиброцементная панель для многоэтажного строительства, там и вывески вешают, там и вандализм, соответственно, я не знаю, там, бывает такое, что машина на тротуар выскакивает, вырезается в фасад, то есть, соответственно, да, он может сломаться, но это уже какие-то такие случаи частные. Чтобы его проломить, это реально нужно постараться. Соответственно, вот лобзиком я подготовил доску, прям клади. Выпилил таким вот образом ее под наше окно. Да, это все неровно. Еще одно. Надо прокладывать, чтобы дерево не состыкнуло. Ну, можно проложить, можно пропитать. Здесь уже как хотите. Так, попали. А там решетка получается какая, 2 сантиметра, да? Вот здесь? Да. Ну, да, двушка, но здесь вот эти вот бруски не совсем ровные, поэтому ссадинг где-то начинает выглядывать. Ну, в принципе, не критично. Значит, здесь у нас уже подготовлена доска, которая вставляется просто в откос. То есть, так же выпилена. Она вставляется вот таким вот образом. Ее можно закрепить. Делать я этого, конечно, не буду. Давай вот это. Подержишь? Соответственно, берем ту же самую доску ниже. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И прикручиваем наличник. Опять же, я говорю, что это все делается на скорую руку. Это не какой-то идеальный дом, да? Это демонстрационный стенд. Тем самым мы получаем аккуратненький угол из фиброцементного сайдинга. И то же самое мы сейчас вон-то. Вот это с дырками. Фух, саморезов хватило. Таким вот образом, да, грубо говоря, обрамляется. Опять же, кто-то делает запил под 45 градусов для того, чтобы это красиво, эстетично все выглядело. Кто-то делает там фигурно как-то выпиливает. В чем косяк сейчас здесь? А? Не-е-е. Заливать будет туда под носки свет. Не-е-е. Смысл в том, что когда... Здесь перфорийный профиль. И если я прикреплю вот таким вот образом откос, то торец этой доски будет виден. Соответственно, это нужно чуть-чуть на сантиметр ниже опустить. Тогда это все у вас прячется. И будет аккуратненькая щель 25 миллиметров, через которую будет попадать воздух. А вода будет или вода? Где скептик? Нет. Нет, ну она будет сюда как-то попадать, но она будет уходить по фасаду, будет уходить здесь, но может быть будет чуть-чуть капать. А во-вторых, у вас опять же, у вас идут карнизный свес, и что прям таких потоков по фасаду. У меня такой проблемы нет. В балашихе нет дождей, все, забыли. Нет такого. Ну, я говорю, вот такого, чтобы прям вот здесь что-то протекало, нет. Можно использовать герметик туда промазать, да, сначала герметиком намазать чуть-чуть, потом приклеить доску, и тогда у вас вода будет уходить по наличнику куда-нибудь в сторону. Можно вот этот профиль, его запилить под 45 градусов в этом углу, пустить по периметру, но вот эту вот лапу, точнее вот эту лапу, которая будет уходить у вас внутрь, ее нужно будет просто отрезать болгаркой для того, чтобы у вас был доступ воздуха под системой. Либо сделать в доске и в профиле, соответственно, то же самое, перфорацию, для того, чтобы воздух туда попадал. Берем банку с краской. У нас есть вот такие вот саморезы, которые некрасиво выглядят на фасаде. Берем ватную палочку. По образованию я дизайнер, поэтому я буду это делать долго. Соответственно, берем, аккуратненько подкрашиваем только саморез. Ну, можно чуть-чуть доски, да, вокруг, если она там залахматилась. И таким вот образом, саморезов таких, чтобы прямо они были видимые, на фасаде у вас будет немного. Опять же, вы можете взять вот такие вот саморезы с окрашенными шляпками с цвет материала. И аккуратненько все это... Ну, вот так поинтереснее. А? Так поинтереснее, чем она не торчает. Ну, тут как бы на вкус и цвет. Опять же, да? Нет, у них есть небольшой хром, но цветы от этих сахаркуют. Ну, да, да, да. Смысл в том, что краской мы, как я уже говорил, работаем от плюс 5 градусов и выше. Соответственно, зимой, наверное, выгоднее теми саморезами. Ну, вот пилкой вот поцарапать, кто хочет, скептик. Нет? Нет? Ну, можно вот так, да, поделать. Соответственно, есть какие-то зазоры, есть какие-то неровности. Опять же, берем аккуратненько палочку, это все подкрашиваем. Потом это все подсыхает, и это будет выглядеть, в принципе, можно сказать, что приемлемо. У нас нету никаких стыковочных планок. Если это будет стыковочная планка, издалека это будет виниловый садинг. Поэтому они, в принципе, не разработаны для этого материала. Если хотите, можете согнуть из оцинковки, нержавейки там и так далее. Вот, чаще всего напрямую никто садинг так не монтирует. Раскладки как-то играют в шахматном порядке. Все это делают, и поэтому шов, он немножечко будет расходиться влево-вправо, да, и, соответственно, не будет четкой линии трехмиллиметровой от конька до фундамента. Вот как-то так. А стыка не будет видно вот, а стыка есть, потому что сегнутой планки вообще нет? Нет, ну, то, что я как раз говорю, что 3 миллиметра, по большому счету, они не особо заметны. Но, да, согласен, они есть. Да, они есть. Но желательно использовать сухой строганный брусок. Или металлическую подсистему. Потому что если дерево, то в любом случае потом эти стыки все будут делать. Да. Потому что у нас дерево сейчас нормально, его просто нет. Есть в Петровиче. Я у себя на дом в Петровиче бруски покупал, все отлично. Они сухой строганный, он ровный. Сухой строганный дождик в машине. Ну, летом монтируем, пропитали аккуратненько в солнечную погоду. Все хорошо. Ну, понятно, нюансов много есть. То есть, к обрешетке есть определенные нарекания. Если мы, не знаю, кинем какой-то, не знаю, брусок, да, непросушенный. То, соответственно, его поведет, его винтом может выгнуть и так далее. Но это, опять, не вопрос к материалу. Вот такой вот получился небольшой видеоролик о том, как правильно нужно монтировать фиброцементный ссадин кедрал. Мы чаще будем выпускать такого рода ролики. И будем стараться их делать более качественно. И по звуку, и по свету, и по нюансам, и по деталям. Если вам это было интересно, то подпишитесь на мой канал. Желаю всем удачной стройки.